Здравствуйте, уважаемые ученики! Меня зовут Айтуарова Ольга Сергеевна. Я учитель географии. Итак, мы начинаем наш урок. Тема урока сегодня – группировка стран мира по уровню экономического развития, уровни и цели международных организаций. Цели урока сегодня – ты узнаешь о показателях уровня экономического развития, о месте Казахстана в мире по отдельным и совокупным показателям. Ты научишься группировать страны по уровню экономического развития с дополнительным охватом казахстанского компонента. Так, развитие происходит двумя путями. Путем эволюции постепенного развития и революции резких качественных изменений – показатели развития мирового хозяйства. Чтобы отслеживать успешность экономического развития, государства осуществляют статистические наблюдения, а также анализируют их. В Казахстане этой деятельностью занимается комитет по статистике Министерства национальной экономики. На мировом уровне анализом экономического развития стран занимается множество организаций и институтов, ведущими из которых является Организация Объединенных Наций, Всемирный банк, Международный банк реконструкции и развития. Рассмотрим классификацию стран по структуре экономики. Доиндустриальному обществу соответствует первичное хозяйство. К первичному хозяйству мы относим отрасли охота, рыболовство, сельское хозяйство, добывающая промышленность. Индустриальному обществу соответствует развитие обрабатывающей промышленности. Для постиндустриального общества характерны развития таких отраслей, как сфера услуг, информационные технологии, отрасли непроизводственной сферы, наука, образование, здравоохранение и многие другие. Приступаем к классификации стран по структуре экономики. Страны с аграрной экономикой являются отставами. К данной категории относятся страны Африки. Есть промежуточная категория аграрно-индустриальные государства. В аграрно-индустриальных странах 60% населения занято в сельском хозяйстве и 20% промышленности. К таким странам можно отнести Колумбию, Перу, Индию, Монголию и Пакистан. Индустриальные страны делятся на два типа. Индустриально-аграрные – это промежуточная категория, где доля занятого населения в сельском хозяйстве составляет 30%. Примером таких государств мы называем Турцию, Бразилию, Аргентину, Россию, Польшу. В категории индустриальных стран доля занятого населения в сельском хозяйстве до 10%. Примером таких стран являются Норвегия, Бельгия, Исландия, Дания. Для постиндустриальных стран характерно развитие сферы услуг, непроизводственной сферы, а также высокотехнологических отраслей. Сюда можно отнести информационные технологии, науку, образование, IT-технологии и многие другие. Примером таких государств являются высоко развитые страны США, Великобритания, Франция, Германия и Япония. На сегодняшний день выделяют категорию новых индустриальных стран. Эти страны называют четыре азиатских тигра или четыре азиатских дракона. Примерами этих стран являются Гонконг, Республика Корея, Сингапур, Тайвань. По уровню волового национального дохода страны мира делятся на три категории. К первой категории относят страны с низким уровнем дохода на душу населения. Показатель 1035 долларов и ниже. Вторая категория страны со средним уровнем дохода на душу населения, который имеет следующие показатели от 1036 долларов до 12615 долларов. И третья категория – это страны с высоким уровнем дохода на душу населения от 12616 долларов и выше. Воловой национальный доход на душу населения в Казахстане в 2017 году составлял 8710 долларов. И страна в этом рейтинге заняла 92 место. Международные организации – это постоянные объединения межправительственных и неправительственных организаций, создаваемые на основе международного соглашения в целях содействия решению международных проблем. Посмотрим видеоролик. Вхождение Казахстана в ООН и в другие организации. После обретения государственной независимости Республика Казахстан стала полноправным членом мирового сообщества, получив признание и поддержку большинства стран мира. Укрепляется взаимодействие, расширяется сотрудничество с наиболее авторитетными международными структурами, европейским сообществом, Всемирной торговой организацией, МАГАТЭ, Организацией Исламской конференции, ЮНЕСКО и многих других международных организаций. Всемирное содействие в Казахстане, реализация программ ЮНИСЕФ, фонд ПРИООН, по оказанию помощи детям, оказывает Детский благотворительный фонд БАПЕ, который имеет статус полноправного представителя ЮНИСЕФ у нас в стране. С 1991 года республика присоединилась к 130 международным конвенциям. Казахстаном подписано более 2,5 тысяч многосторонних и 1,5 тысячи двухсторонних договоров и соглашений. Республика Казахстан является членом международных финансовых организаций. Международного валютного фонда, Международного банка реконструкции и развития, Исламского банка развития. 30 января 1992 года Казахстан вступил в Организацию по безопасности и сотрудничеству Европе, ОБСЕ, где в 2010 году был председателем данной организации. 2 марта 1992 года республика Казахстан стала членом ООН и за сравнительно короткий период сумел не только интегрироваться в мировое сообщество, но и занять в нем заметное место. Казахстан ратифицировал договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, участниками которых является 142 государства. Вы посмотрели видеоролик, в котором сказано, в какие организации входит Казахстан. Это Организация Объединенных Наций. Всемирная торговая организация. Международная полиция Интерпол. Программа развития ООН. ПРООН. Азиатский банк развития. Международный банк реконструкции и развития. Международный олимпийский комитет. Организация ООН по образованию, науке и культуре ЮНЕСКО. Европейский банк реконструкции и развития. Исламский банк развития. Также Казахстан входит в региональные организации. Это ОБСЕ, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Совещание по взаимодействию и мирам доверия в Азии. Организация исламского сотрудничества. Шанхайская организация сотрудничества. Организация договора о коллективной безопасности. Кроме того, Казахстан является членом межведомственных организаций. Азиатский центр по уменьшению стихийных бедствий. Группа государств по борьбе с коррупцией. Международная электротехническая комиссия. Таким образом, Казахстан стал крупным игроком международной политики. Что обуславливается его выгодным географическим положением. На стыке Европы и Азии. Между Россией и Китаем. На перекрестке крупных цивилизаций мира. Наличие обширной территории, огромных запасов минерального сырья. Позволяет стране повысить свой международный политический рейтинг. Итак, мы приступаем к практической части нашего занятия. Я предлагаю вам выполнить следующее задание. Установите соответствие между этапами развития экономики и отраслями хозяйства. Итак, верные ответы. Для доиндустриального этапа характерны следующие отрасли. Сельское хозяйство, добывающая промышленность. Индустриальными называют отрасли, обрабатывающие промышленность и строительство. К постиндустриальному этапу развития мы относим сферу услуг, информационной технологии. Выполним следующее задание. К аграрно-индустриальным странам не относится Япония. Япония является высоко развитой страной с большой долей в хозяйстве, сферу услуг и новейших технологий. В категории индустриальных стран лишней можно назвать Эфиопию, так как это отсталое государство с однобокой узкой направленностью в своем развитии. К постиндустриальным странам нельзя отнести Бразилию. Бразилия – индустриальная страна. Наш урок подходит к концу. Я желаю вам успешного выполнения заданий. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok